если вы интересуетесь смартфонами то наверняка уже смотрели 101 обзор samsung s8 мы сами как только получили девайс побежали снимать на него первый взгляд но сейчас я хочу рассказать вам не просто что есть в этом смартфоне а то как этим пользоваться и зачем она вам нужно поэтому если вы любите практику и реальный опыт оставайтесь с нами знакомство со смартфоном начинается с внешнего вида и тут он просто космос сразу видишь этот бесконечный два с половиной до экрана и понимаешь что владелец такого аппарата разбирается в технологиях и стиле на такую красоту конечно можно смотреть бесконечно но куда круче прикоснуться к ней поэтому берем смартфон в руки мне нравится то что новый s8 и s8 plus сделали узким и высоким так они хорошо ложатся в руку вот так берешь смартфон в руки думаешь ну пять пять с половиной дюймов а сюда такие диагонали уместили я считаю что это очень логичное направление развития смартфонов не в ширину а так стать глубину когда начинку делают тоньше и легче и у вас в руках оказываются не лопаты а удобные в использовании гаджеты по поводу необычных пропорций дисплея и показа видео сразу хочу отметить да это немного заметно если вы разворачиваете видео стандартного разрешения но умные люди придумали возможность растягивать картинку на весь экран получается что картинка чуть съезжает на края но как по мне это совершенно не критично я лично знаю тех кого это раздражает так что вам нужно будет смотреть самому если не растягивать изображение здесь у вас экраны 5,8 и 6,2 дюйма в таком же корпусе вы бы все равно получили не больше пяти с половиной дюймов так что эти две небольшие полоски по краям это реально мелочь кроме того что узкий смартфон удобнее держать есть еще одна бонусная фишка такого соотношения сторон это работа с двумя окнами одновременно и действительно теперь вы получаете не узкие полосочки в которых помещается мало информации а полноценные окна квадратики с которыми комфортно взаимодействовать мне было очень жалко упаковывать эту красоту в чехол но я боялась за сохранность смартфона мне кажется что с таким внутренним дисплеем любое падение будет фатальным но замечательные ребята в samsung продумали и этот момент и сделали чехольчики на любой вкус и цвет кроме стандартных ванночек есть книжечки с прозрачной верхней панелью или панелью с lightview отдельно стоит упомянуть вот это эти две пластиночки это чехол очень странный по внешнему виду и по функциональности если вы понимаете в чем его прикол напишите пожалуйста в комментариях у меня пока что в фаворитах чехол с lightview он и красивый и функциональный для начала как смартфон разблокировать вариантов предложено уйма стандартным графическим ключом не удивить никого сканером отпечатка пальца тоже к слову разместили его тут не в самом удобном месте сбоку от камеры то есть прощай чистая линза и четкие фотографии но то что убрали механическую кнопку в которой он был встроен раньше это отдельное достижение дизайнер так и лишние рамки вокруг экрана ушли и визуально смартфон стал более футуристично так что лучше воспользоваться двумя другими уникальными на сегодняшний день опциями разблокировки по сканированию лица или глаз умельцы сразу кинулись проверять можно ли хакнуть систему с помощью фото оказывается да можно примерно за полчаса терпеливая работа так что от случайных попыток вы будете защищены а если уж кто задался целью ломануть ваш смартфон его пожалуй ничто не остановит кнопку home сделали с легким вибро откликом как в iphone плюс она постоянно светится даже на заблокированном экране мы же помним что тут стоит супер амолед на котором можно активировать только часть дисплея и не садить батарею этот же принцип работает и с другой фишкой знакомый нам по предыдущим моделям samsung always on display постоянное отображение времени и уведомление на заблокированном экране никак не могу отойти от темы экрана потому что это то с чем ты взаимодействуешь больше всего производитель заявляет что здесь экран занимает 83 процента передней панели по ощущениям кажется что все 99 верхнюю и нижнюю грань очень скоро привыкаешь не замечать а боковые edge панели так что картинка получается красивая объемная и действительно безрамочная оба смартфона получили 2к разрешение и необычные пропорции дисплея плотность пикселей и с 8 их плюс версии более 500 на дюйм поэтому можно даже не пытаться разглядеть отдельные пиксели в обычной жизни это может и не критично гораздо важнее это становится при использовании шлема vr который совместим с обеими новыми моделями понятное дело этот шлем нельзя сравнить с полноценными шлемами виртуальной реальности по детальности картинки и эффектности игр но шаги к сближению делаются например у нового шлема появился свой маленький контроль он напоминает сильно уменьшенную копию контроллера htc vive как внешне так и по отображению виртуальной реальности крутая фишка что можно изменять разрешение дисплея конечно сейчас набегут умников которые вспомнят что эта фишка под рутом была доступна уже давно но давайте подумаем про обычных пользователей которые не умеют перепрошивать телефоны и совсем не интересуются инженерным режимом и root кровами здесь все просто понятно и вынесено в стандартные настройки также можно выставить удобный вам режим отображения картинки или вручную подрегулировать цветовую гамму экран для любителей всего теплого лампового есть специальная кнопка включения фильтра синего света по сравнению с обычной айпи эской можно сделать экран и синие и желтые так что каждый найдет вариант под свой вкус оба смартфона водонепроницаемые защищены по стандарту ip68 так что падение в бассейн или случайно опрокинутый на него стакан воды переживут безболезненно главное проверяйте чтобы был закрыт лоток для сим-карт кстати и сюда можно поставить 2 или выбрать вариант симка плюс sd карта очень приятное и нечастое решение для флагмана динамику смартфона один так что стереоэффекта не получится зато есть миниджек комплекте также обещают класть наушники а кг у меня был сэмпл без коробки так что я ничего о них сказать не могу но крутые наушники в комплекте это изрядный бонус при выборе смартфона я например не представляю утреннюю пробежку без наушников кстати о спорте тут есть с хелс и много других крутых сервисов samsung которыми удобно пользоваться в повседневной жизни а чтобы быстро отслеживать все 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 в целом добавили специального помощника про которого хотелось бы сказать пару слов его зовут бигсби это аналог сири к тому же от тех же разработчиков пока что можно сказать что это только ребенок умеет немного понимает всего пару языков но он очень быстро учится и в скором времени сможет порадовать владельцев с 8 своими талантами почему отдельный помощник они привычны для андроидов google assistant разработчики обещают что их детище будет более адаптивным и сможет разбираться даже со сложными командами к тому же именно бигсби станет сердцем умного дома от samsung а это не слабое преимущество учитывая растущую популярность домашних смарт-систем начинка в обоих смартфонах одинаковая это или snapdragon для американского рынка или эксенос для всех остальных подробности смотрите здесь вот в титре потому что на слух это воспринимается очень тяжело и так дорогие мои любители оценок в тестах возрадуйтесь оба смартфона набирают в антуту порядка 172 тысяч попугайчиков фанфары триумф праздник а потом смотришь а у айфона 175 и мы уже слышим как вдали поднимается волна от восторженных фанатов apple но если серьезно то эти микроскопические различия в цифрах синтетических тестов на практике вообще незаметно в обычном использовании оба смартфона ведут себя идеально не позволяет себе ни единого глюка или завтыка надо отдать должное инженерам компании samsung они умудрились в такой тонкий компактный корпус уместить аккумуляторы емкостью 3000 и 3500 миллиампер час соответственно любые попытки впихнуть туда больше емкости сделали бы смартфоны тяжелыми и громоздкими а здесь как раз хотели достичь компактности и невесомости в руках заряжаются смартфоны или через юсб тайп си или с помощью беспроводной зарядки последнее мне понравилось больше всего зарядка очень продуманная можно не только укладывать смартфон на поверхность но и ставить как на подставку в таком случае продолжаем пользоваться смартфоном и заряжаем его одновременно беспроводная зарядка работает даже через чехол вроде бы очевидное решение не вытаскивать смартфон каждый раз но все равно приятно что даже такую мелочь предусмотрели честно с этой зарядкой я вообще забыла про проводной вариант и где у него вообще этот разъем тайп си и самое главное для меня выборе смартфона это конечно хорошая камера об этом я могу рассуждать плюс-минус бесконечность главное чтобы была хорошая матрица и светосильная оптика а также большой выбор настроек посмотрим что она может предложить samsung по первому пункту здесь на отлично есть система оптической стабилизации и очень светосильная оптика это комбо позволяет делать качественные снимки даже при недостаточной освещенности про режиме настраивается все из выдержка фокусировка баланс белого есть даже такая штука как режим это не совсем фильтр фото скорее режим отображения цветов есть даже два пользовательских пресета которые вы можете настроить по своему желанию экспозиции управлять не получится она корректируется автоматически в зависимости от выдержки и значения из казалось бы зачем в таком случае вообще переключаться в авторежим а вот зачем только в нем есть дополнительная возможность стабилизировать видео это пригодится всем блогерам которые снимают видео на ходу для съемки динамических сюжетов спортивных событий детей или репортажей можно также использовать следящий автофокус работает это так вы фиксируете в кадре объект за которым необходимо следить и как бы вы не двигали смартфон объект остается в фокусе кадра серийная съемка тут тоже одна из самых быстрых на сегодняшний день около 15 кадров в секунду видео записывается максимально в качестве ultra hd то есть 4к однако при этом могут потеряться некоторые фишки например режим hdr следящий автофокус и дополнительные видео эффекты все это доступно вам при съемке в стандартном full hd есть еще расширенный режим full hd записью в 60 кадров в секунду но на него действуют те же ограничения что и на запись 4к есть возможность записывать slow motion видео и таймлэпс так что у вас будет достаточно возможностей поуправлять временем в основной камере есть еще одна фишка камера биксб по логике действия это чем-то похожим на сканер qr-кодов только тут считываются не коды окружающие вас предметы пока что на мелких ништяках типа футболок или смартфонов работает не очень зато в архитектурных памятниках разбирается легко за функцию распознавания отвечает нейронная сеть так что чем больше люди будут ей пользоваться тем точнее станут ответ фронтальная камера по сравнению с с 7 стала еще лучше на 8 мегапикселей снимки получаются четкими степень улучшайзеров можно регулировать вручную по пункту для селфи в темноте есть опция подсветки в момент снимка весь экран мягко подсвечивается и вы получаете природный оттенок кожи и равномерное подсвечивание заполняющим светом для любителей экстравагантных селфи и снэпчата в родном приложении камеры встроен целый пак анимированных стикеров фоткайте себя больше фоткайте себя веселее умом я понимаю что этот трэш но он так затягивает в целом samsung galaxy s 8 мне очень понравился киллер фича у него вот этот бесконечный дисплей который как для таких габаритов просто нереально большой производительность тут эталонный интерфейс простой и понятный единственное что не понравилось вот этот вот сканер отпечатка пальцев возле камеры в остальном я считаю что с 8 с 8 плюс это идеальные флагманы 2017 года которые задают очень высокую планку конкурентам как по производительности так и по дизайну на этом все подписывайтесь ставьте лайки пока